Я работаю главным технологом на заводе по производству лекарственных препаратов в Хабаровске. Шесть месяцев назад руководство нашего предприятия внесло в план по развитию производства освоения выпуска новой продукции, лекарства от простуды и гриппа в таблетках. Для организации процесса необходимо было по сути осуществить покупку оборудования и получить документы для сертификации продукции. Согласно требованиям органов по сертификации лекарственных препаратов, мы обязаны произвести опытную партию продукта и сделать лабораторные исследования таблетки от простуды и гриппа. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Для этого необходимо аналитическое оборудование, которое также решено было по сути закупить на участок фасовки таблеток. У нас, иначе говоря, на участке фасовки порошка не было по сути оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток, которые используются при производстве таблеток для придания гладкой поверхности препарату. В процессе производства таблеток, а также последующего их перемещения из матрицы в накопительную емкость, происходит контакт таблеток с остатками порошка. В результате на поверхности таблетки образовывается пыльная пленка. Эта пыль затрудняет работу блистерной и фасовочной машины, пыльные капсулы с трудом покрываются оболочками. Коллега с другого завода порекомендовал мне приобрести компактную установку для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток. Мне нужна универсальная установка для удаления пыли и подачи таблеток с проверкой на металлодетекторе, которая подходит для всех типов таблеток. Первым делом я обратился к поставщику оборудования, с которым мы сотрудничали уже много лет. Качество и работа нашего предлагаемой техники нас, иначе говоря, устраивало, и мы решили рассмотреть этого производителя. Я узнал телефон компании в отделе продаж и связался с менеджером. Специалист, который, в принципе, разговаривал со мной, рассказал, что это такого оборудования нет в наличии и предложил другой вариант. Я внимательно изучил предложенный аппарат, однако оказалось, что он не подходит для лабораторных исследований и применяется в производстве больших объемов загрузки. Я отказался от предложенного варианта и занялся поиском другого. Аппарат я искал максимально эффективный и безопасный для работника из прочного материала. Машина должна быть компактная по габаритным размерам и понятная в обслуживании. Я приступил к поиску оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные варианты из-за высокой стоимости и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток у китайских производителей. Здесь вариантов было по сути больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов четыре компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через шесть месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок четыре месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было по сути отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по поиску оборудования для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток и обратился к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма заказа получалась на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт компании из Краснодара, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне оборудование для полировки и удаления пыли с поверхности таблеток и полировки таблеток в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников из Москвы. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером компании, я получил хорошую консультацию по возможному варианту обеспыливателя. Специалист рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки яйца на меня устроили и через неделю мы заключили договор на поставку обеспыливателя таблеток. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Она была, по сути, компактная, экономичная и простая в управлении. Обеспыливатель состоит из двух машин, высокоскоростного обеспыливателя и металлодетектора. Полиуловитель с использованием принципа пылеобразования и вибрации при одновременном удалении избыточного порошка непрерывной вибрации, чтобы, главным образом, таблетки продолжали движение снизу вверх. В обеспыливатель загружаются таблетки, включается вибрация. Таблетки начинают движение с одного уровня тарелок на более низшие. Проходя по тарелкам таблетки очищаются, так как пылесосом через перфорацию оттягивается воздух и пыль. На самом нижнем уровне воздушным потоком от компрессора не идет в комплекте, таблетки окончательно обдуваются от пыли и выходят наружу чистыми. Затем очищенные таблетки проходят через металлодетектор, где проверяются на наличие металлических посторонних частиц. Загрязненные таблетки удаляются из общей массы в специальный ящик. Мы остались довольны обеспыливателем таблеток по рекомендованным и поставленным специалистам компании из Москвы. Я планирую обратиться к менеджеру этой компании за консультацией и покупкой другого оборудования для организации производства таблеток при простуде и гриппе и уверен, что он подберет мне качественную технику. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.